Привет! Компания Cubot анонсировала красивого малыша с вкусным ценником и название ему Cubot Pocket. И сегодня начинается его официальная продажа. Как всегда, цена до момента продаж завышена, но это стандартная картина. Сегодня можно увидеть реальный вкусный ценник и думать, нужен вам этот красавчик или нет. Давайте посмотрим, что там по начинке крохи смартфона, а тогда уже и посмотрим на цену. Cubot Pocket заметно меньше любого современного смартфона, поскольку он оснащен миниатюрным по сегодняшним меркам 4-дюймовым экраном. На странице смартфона на Алиэкспресс указано разрешение 720 на 1570. Это аж 432 точки на дюйм, что для компактного бюджетника легкий перебор. И если разрешение реально такое, то это очень крутые показатели, как для такого малыша. Думаю, такой диагонали вполне достаточно для всех базовых задач, будь то переписка в мессенджерах, поиск информации в браузере или что-то иное. Кроме того, аппарат выглядит необычно, задней крышкой, напоминающей кевларовое волокно. Выпускается он в трех расцветках, черный, черно-красный и зелено-золотой. Панель применена формата QHD+. Во фронтальной части установлена камера на основе 5-мегапиксельной матрицы, в тыльной на базе 16-мегапиксельной. Общие габариты новинки составляют высота 119 мм, ширина 58 мм и толщина 12,5 мм. Что же касается производительности устройства, то внутри компактного корпуса спрятаны четырехъядерный процессор Unisoc Tiger T310, 4 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 64 гигабайта. Гибридный слот позволяет установить две симки или одну из них заменить на microSD объемом до 128 гигабайт. Процессор Tiger T310 это 12-нанометровая однокристальная система начального уровня. В состав КПУ входит одно ядро ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2 ГГц и три ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Графический адаптер Mali-G71MS2. Чипсет справляется с интерфейсом Android 11, но с играми у ЦПУ все посредственно из-за нагрева троттлинга в небольшом корпусе. Более-менее играбельными будут лишь трехмерные проекты наподобие World of Tank Blitz. Энергоэффективность указанной ранее связки хорошая, но крохотный по нынешним меркам аккумулятор в 3000 мАч придется заряжать раз в день, а то и чаще. Хотя это зависит от того, как вы будете часто пользоваться малышом. Что основной 16-мегапиксельный фотосенсор со вспышкой и автофокусом, что 5-мегапиксельная фронтальная камера уже без вспышки и без автофокуса вряд ли дадут вам фото и видео как у флагманов. Но для видеозвонков по вайберу или другим мессенджерам точно хватит. Если хотите фотосмартфон, то это точно не тот вариант. Стереозвука в гаджете тоже нет, зато предусмотрены бесконтактные платежи NFC. Заряжается гаджет через USB Type-C версии 2.0. И навигация только GPS. Есть такие датчики, как акселерометр, гироскоп, компас, приближение и освещенность. Итак, что же по цене? С 27 июля, то есть сегодняшнего дня, по 1 июня цена смартфона 120 долларов. Но если успеете ворваться в первую сотню покупателей, то заказать смарт можно за 99 долларов. Но это нужно успеть. Все ссылки есть в описании под видео. Пишите свое мнение насчет Cubot Pocket. Как вам смарт за такую цену? И что вообще думаете насчет мини-телефонов? Будут они популярны или нет? Я думаю, что предложение на любителя, честно говоря, больше женщинам подойдет, чем мужчинам. Хотя, кто его знает, посмотрим. Будьте мне здоровы, под мирным небом и хорошего продуктивного дня. Всем пока!